Добрый день, дорогие друзья! Передача идёт, она идёт в записи, эта передача. И она идёт только лишь потому, что мы сейчас находимся в комнате вдвоём с психологом, доктором наук, эзотериком, учёным Еленой Смирновой, которая решила сообщить мне информацию, информацию, которую она получила свыше. И мы сейчас для пользы дела, как говорится, и для сохранности этой информации пока ведём её в режиме записи. После того, как она будет закончена, она будет отдана на рецендию, ревизию доктора Елены Смирновой, которая скажет, что можно выпускать, что нельзя, повторяя только лишь в целях защиты, может быть, лично моей, и может быть, центра Сан-Гейтс. Елена, я рад приветствовать вас. Здравствуйте, Майк. Да, добрый день. Ну, эфир у нас, так сказать, импровизированный, спонтанный. Ну, давайте вы тогда... Я в общих чертах знаю информацию, я не знаю этой детали, поскольку она для меня тоже новая и очень серьёзная, как мне кажется. Да. Дело в том, что пару недель назад я делала вашу ауру, так же, как и остальным слушателям нашего канала. И у меня появилась возможность сравнить. Она сразу, ваша аура, на меня произвела впечатление некоторыми знаками. Я могу сейчас сказать, эти знаки назвать. Первый – это наличие необыкновенно странной защиты, которая выглядела, как стеклянный купол вокруг ауры, и вокруг всех её синих яиц, светящихся. Я не вполне понимала происхождение этой защиты, так долго думала. Ну, в общем, поделилась с вами, мы так поговорили, не до конца мне было ясно. Потому что я не имела по своей статистике таких знаков раньше. Вот. И второй момент – это то, что аура сама по себе имеет форму довольно гармоничную, такая заполненная она, и есть в некоторых местах, выступают больше, чем средняя норма, то есть больше, чем 100%, может быть, 110%. Выступают в некоторых местах ауры. Вот. Они касались, ну, некоторых чисто личных, может быть, даже интимных моментов, связанных там со своими родственниками и так далее, что само по себе очень интересно, и с прошлым. Но там был ещё момент, связанный с будущим, очень большой. То есть по некоторым чакрам были большие выступы, говорящие о некоторых планируемых шагах. И я тогда ещё упричнила у вас, что вот вы планируете какие-то необычные там, ну, вышедшие, вы сказали, или нет, особенно. Ну, и я подумала, что надо дальше размышлять, спрашивать. Поскольку в своей методике я использую канал связей с высшими силами, в частности с иерархией, скажем так, во время работы я принимаю позицию абсолютной пустоты и, насколько могу, абсолютно чистого источника прохождения информации. И вот как она идёт, я её дальше провожу через аппарат и понимаю, что это не моя информация, скажем так. И тут вот через неделю... Я могу, кстати, показать эту ауру и эти вот моменты, которые... Да, пожалуйста. Да, я могу их показать, чтобы просто... Это вы сами оскорили. Я хочу уточнить просто и обновить нашу память, потому что мы же с вами вместе смотрели эту ауру, тогда и обсуждали. Вот, во-первых, сама по себе картина этой ауры хорошая такая, гармоничная. Ну, она говорит о том, что человек в состоянии... Тогда все центры открыты, работают. Ну, скажем так, хорошая такая полная норма. Ну, вот здесь вот есть момент, например, по верхним чакрам. Вот, вот, вот справа вот эти вот верхние чакры. На суставе они и нижние захватывают, и с верхней, вот с ажной ночиная. Они связаны с работой с незнакомыми людьми, с обществом. С незнакомыми людьми. Ну, они, конечно, могут быть и друзья-коллеги, но, в принципе, это не родственники. Это вот такая вот очень активная позиция с окружающим миром и с людьми незнакомыми. Вот здесь вот это поступает, и при такой позиции тела это все-таки будущее. Это какие-то на будущее какие-то шаги. Вот вы тогда точно не смогли мне сказать, что вы планируете, из чего я предположила, что за вас кто-то планирует. Ну, не совсем так. Я знаю, что я планирую, я знаю, для чего я это делаю. Но они настолько планы, вообще-то говоря, какие-то глобальные, то мне не хотелось показаться каким-то таким великим планирователем. Поэтому, ну, то, что вы говорите сейчас, раз вы уже подтверждаете, точнее, та информация, которая вам приходит, это подтверждает, я могу сказать, да, планы действительно, скажем, грандиозные, я бы так сказал. Теперь уже я могу сказать, а как-то раньше мне показалось, ну, что ли, не скромным. Хотя, как бы, не очень такой скромный, но тем не менее. Мать, вы понимаете, какое дело? Вот в ауре можно различить, это планы человека, или это планы, которые он реализует, потому что ему кто-то даёт дополнительную энергию. Вот в данном случае, вот я ещё раз показываю, связанное с прошлым, например. Вот здесь выступает аура за пределы 100%. Хоть это и прошлое, но всё-таки эта энергия накоплена, она ждёт работы. И точно так же здесь, вот если посмотреть на будущее, тоже здесь вот энергии больше, чем 100%. Тоже. И вот когда мы говорили об этой странной защите вокруг яйца, мы тогда оба видели свечение на ауре, собственно, на дисплее и вообще на мониторе, что само по себе странно, потому что он начал светиться, просто откровенно начал светиться это изображение. Ну, я вам хочу сказать, простите, что перебиваю, я вам хочу сказать, что я и сейчас вижу обод, хотя это уже прошлое, но я вижу обод, абсолютно точно я его вижу. Я, если я расфокусируюсь, да, я его вижу. Более того, он заходит даже в левую, ну, для меня, в левую часть, заходит за пределы экрана. Ну, вот я вижу жёлтый этот самый обод. Свечение, да, за пределами экрана. Да, мы с вами. Да, за пределами экрана, но вокруг вот этой верхней границы, вокруг этого яйца я вижу обод. На расстоянии, может быть, ну, полсантиметра, наверное. Но вот вспышки туда влево уходят вообще за пределы экрана. Да, я тоже вижу сейчас, но значительно меньше, чем это было в первый момент сразу после замера. Да, условно, да, время проходит. Потому что в тот момент, когда я делаю замер, я в потоке нахожусь, и фактически это не моя информация идёт. И я поэтому в этот момент видела, что этот поток идёт, и я увидела на этой картинке. Ну, так дальше, если посмотреть на чакры, у нас получается, что три чакры раскрыты на 100%, верхняя, вот сердечная, лишутка, аджна. Но сахасрара слегка закрыта, тут лепестки у неё завёрнуты. И меня это удивило, я тогда стала размышлять. Ну, собственно, вверх я задала вопрос, что это такое. И ответа я не получила. То есть гипотезы были какие-то, вот, но я стараюсь гипотезы не излагать, потому что я себе в чём-то не уверена. Вот, ну вот через неделю у меня странный ответ очень пришёл, поэтому я с вами связалась и хочу так поделиться. Это, конечно, информация очень личная, очень. Поэтому это ваше решение, или вы будете это как-то выкладывать, или не будете это. Ваше решение. Вообще аура – это очень такая вещь личная, интимная. Человек имеет право никому её не показывать. Это вообще аура человека – это канал входа в его собственной информаторию персональной. Поэтому вещь такая серьёзная. Надо ответственность такую большую нести и человеку, который делает ауру, и человеку, который её получает. Вот, поэтому вы должны сами про неё решение. Значит, через неделю вот мне пришла такая информация, вот она один раз пришла, я сильно стала размышлять, но потом она повторилась. И вот я сегодня всё-таки получила какие-то детали, поэтому я с вами и решила связаться и поделиться. по поводу всё-таки даже не ауры, а вообще, я бы сказала, места сейчас или позиции вашей по отношению к этим верхним потокам. Потому что в вашей аурии странная защитная оболочка не ваша. Сверху кто-то вас защищает очень сильно. И не просто вас лично, а то, что вы делаете, что вы планируете делать в будущем. И я спросила, в связи с чем идёт эта защита от таких высоких сущностей. Потому что это в сущности находящиеся и существующие выше, чем буддхические. Вот. И такая пришла информация, что центр ваш, деятельность его под большим наблюдением. Сверху. Иерархия из сверхних сил. То есть, короче, под колпаком. Да. Вот под колпаком, который мы увидели во время съёма ауры. Вот. И эта деятельность под наблюдением, но вот в этом году, в 18-м, деятельность ваша стала расширяться, и потому что пошли очень сильные энергии сверху, интенсифицируя деятельность вашего центра. Вам, конечно, может показаться странным, и вообще каждому человеку кажется странным, когда ему говорят, что его деятельность фактически не совсем его деятельность. Но в данном случае получается так, что то, что вы делаете с вашим центром, это не совсем вы. Эта иерархия очень чётко, очень конкретно, посылает определённые типы энергии, высокочастотных, для того, чтобы использовать ваш центр для планов. Планов, которые известны наверху. Иерархия в Шамбале, потому что иерархия – это второй тип излучений космических. А Шамбала – первый. И первый тип излучений знает план Бога. А мы все план Бога не знаем, мы только его отблески иногда чувствуем. И вот этот план Бога проводится из Шамбалы, который его знает, через иерархию света, которая представляет из себя вознесённых владык, людей, которые прошли пять посвящений человеческих, и уже полугодий. Через них идёт эта энергия сейчас на Земле очень сильно и очень конкретно исполняя план. А план этот мы можем понимать, мы простые люди, мы его можем понимать, исходя из пространства и времени. Из наших конкретных трёхмерного пространства, нашего трёхмерного измерения, того, что мы руками и ногами ощущали. И для нас это, собственно, приходящий водолей, то есть приходящая новая эпоха астрономическая. И у неё есть свои характеристики и свои планы. И вот было чётко показано мне, что центр Сангейт, он исполняет некий план, очень необычный, он связан с экспериментом, который проводится силами света. Этот эксперимент помогает понять людям, к чему мы идём. И на примере вашей платформы мы очень маленькими шагами день за днём, неделя за неделей раскрываем этот план, который людям может быть понятен просто через глаза, уши, что они слышат, и через то, что они видят и чувствуют, что происходит в центре сейчас, каким образом происходит работа. Прежде всего, вот этот план звучит так, что во время новой эпохи, которая будет длиться 2000 лет примерно, чуть больше, люди изменят взгляд друг на друга и должны научиться с помощью сверху, должны научиться новым отношениям. Эти новые отношения, говоря простым человеческим языком, должны объединять людей и находиться на уровне их душ. То есть душа у всех людей единая, мы просто её части. но мы не умеем общаться друг с другом на таких высоких уровнях, как вот душевные отношения, как чистые, бескорыстные, альтруистичные, правильные божьи отношения. Мы не умеем. У нас есть идеалы, они пришли из прошлого. Мы представляем, что такое может быть, но мы реально этого практически не делаем. А что мы делаем в быту, это мы разделяем друг друга. Конкуренция, соперничество постоянное мы видим. Это и в спорте, и в бизнесе, и везде. К несчастью, со слезами наблюдаем. Мы это видим в той сфере, которая медицина, образование, и в среде даже между людьми, которые себя называют учителями, через которых проходят идеи света. Даже среди них есть конкуренция, и среди них есть битвы, что тоже вообще просто ужасно, потому что если мы не поймем, что происходит, мы следующего шага не сделаем. Так вот, чему нас хотят научить? Нас хотят научить единству очень действенному, не просто разговору и разговору про идеалы, а нас хотят практически конкретно научить, как можно создавать поведение и жизнь на уровне душ, или на уровне ну совсем высшего поведения, такого почти божественного. Люди это могут, но не делают. Как учиться это? И вот они хотят, учителя наши, мастера в невременной мудрости, они хотят научить нас делать такие группы или научиться жить такими группами, в которых мы бы работали на какую-то общую идею, работали как только в чем-то общем и попытались найти разницу между нами. А как этому научиться? Вот были попытки в начале эпохи Водолея создавать группы закрытые, эзотерические, мастерские, они не смогли. Вот, например, когда Теософское общество создавалось, хотели же его сделать как просто такую группу, через которую бы шла информация людей. Гловацкая умерла и Безон заняла ее место и они начали заниматься политикой очень активно. И после этого вся идея Теософского общества рухнула, потому что что такое политика? Ну, собственно, политика это и есть разделение, причем на самом высоком и самом мощном и самом кровавом уровне. Потом были другие попытки у иерархии делать группы, групповые отношения такие, чтобы создать групповую душу. Но вот пока что не удалось. Но вот к сожалению пока не удалось. И вот они сейчас предпринимают попытки создать группы нового типа. Это совершенная фантастика, потому что получается, что то, что делает сейчас центр Сангиль, это как раз та платформа, на которой единственной в мире предпринимается попытка создать групповые отношения между людьми на уровне душ, при том, что физические люди не представляют из себя группу совместную. Я прошу прощения, вопрос, вы сказали единственный в мире? Да, единственный в мире. Дело в том, что последние сто лет были попытки со стороны иерархии создавать групповую душу внутри эзотерических групп. Такие небольшие группы эзотерические, они сейчас существуют в крупных городах мира. И там люди очень активно пытаются объединяться на основе информации, которую они берут из книг и источников. А кто продвинутый, они получают информацию сверху от мастеров, от иерархии. Получают, но они не могут это реализовать, потому что когда они физически друг с другом общаются, обязательно входит разведение. Появляется конкуренция, появляются те, которые считают себя выше лидерами, руководителями и так далее. А в этих группах есть правило такое, чтобы создать общую душу, которая бы существовала в другом измерении, более высоком, чем физический и астральный план. Для этого нужно, чтобы в группе не было структуры, чтобы там не было руководителя, который бы подчинял себе кого-то еще. Они пытались, иерархия, еще на примере круглого стола у рыцаря. У рыцаря. Кто у нас там был рыцарь? Артур. Рыцарь круглого стола. Впервые ему. Понятно. Артур, по-моему, его звали. Это чисто англосаксонская идея, потом наросла. Но сначала давала себе идея им, что существует круглый стол, в котором не должно быть руководителя, даже если он царь. Но эта идея не прижилась. Хотя сейчас используют круглый стол, там, ЮНЕСКО, я не знаю, где они когда собираются. Но сама только идея, а по реальности не получается. И вот получается, что вот этот центр это единственный сейчас в мире эксперимент, в котором пытаются создать группу нового типа. Среди тех людей, которые физически друг с другом практически не связаны, но они имеют общее представление о том, что такое единство. ну вот я к примеру приведу вот у вас в центре приглашаются люди, ну мы назовем так духовно продвинутые люди, которые имеют идеалы, совпадающие друг у друга. И вы этих людей приглашаете не всегда к себе в студию. жите по старту соединяете. Фактически вы просто тот организатор, который соединяет нити вот этих душ разных людей, которые существуют в разных точках мира. При этом физически эти люди опять же друг с другом не связаны. Они через выскок, через координатора, через свои нити они могут друг с другом общаться, но напрямую ведь они не общаются. Но если приходит человек со стороны как слушатель и он смотрит передачи одного, другого, третьего, он связывает у себя в душе и в голове вот эту идею единства. И даже через свои глаза, когда он видит, и через уши, и через свое сознание, когда он все это обдумывает, он оказывается втянутым и привязанным вот к этой нити, к этой паутине, паутине вот этих нитей связывающих пуповины, их называют там так хорана, мы будем называть их пуповинки, такие пуповинки между душами всех людей, которые прошли через ваш центр даже один раз, они все равно остаются связанными. И если бы мы поднялись наверх, там в черную бездну, куда-то в более высокие слои, где энергии более частотные такие, где все, более ближе к Богу и все более правильно взаимодействовать друг с другом, если бы мы туда поднялись и посмотрели вниз, то мы бы увидели, что ваш центр представляет из себя арену, в которой организовано, гармонично, красиво, как и полагается в космосе, соединяются люди из разных точек мира, которые достигли определенного уровня власти. То есть если бы не было такой платформы, если бы не было такого человека, как вы, который взял на себя эту миссию, то эти люди были бы разобщенны. Они бы, чтобы соединиться друг с другом, должны были бы искать более сложные пути. в интернете почитать, поискать какие-то статьи, зацепиться умом за какую-то фамилию, попытаться как-то с ним, а как найдешь? В интернете сейчас странная вещь, очень много анонимной информации. Люди выкладывают тексты, как будто наполненные фактами. Но, во-первых, ссылки неверные, неправда. А во-вторых, анонимный источник, то есть человек свою фамилию не называет или имя. Скрываются все люди. И линейки дают свои, какие-то совершенно абстрактные. То есть почему человек ведет себя как аноним? Почему он скрывается? Вот так вот задуматься, значит, что-то он скрывает или он чего-то боится? Так вот, это как раз странная позиция для 90% людей, которые живут старыми правилами. Они не принимают и не понимают правил водолея, правил новой эпохи. Если человек открыт, и если он работает на свет, чего ему бояться? Вы знаете, ну, первое, как ни странно, я не испытываю чувства неизмеримой гордости от того, что, знаете, центр Сангейт как бы в мире не испытываю. А испытываете что, тяжесть? Нет. Тяжесть от того, что это большая нагрузка и большой вызов и большое напряжение, колоссальное, в общем-то, ну, это тяжелая вообще задача. она, радость достроит, но это же ужасно тяжело должно быть. я понимаю, но сейчас только я начинаю понимать, что, а ведь инстинктивно я понимал многие вещи очень давно. Я просто сейчас понимаю, почему я их понимал, тавтология такая, да, но дело в том, что я чувствовал просто неизмеримые возможности и они остались. То есть, я знаю и как я лично функционирую и сейчас эта аура как бы показывает. Теперь я понимаю, что есть, да, мне не один раз говорили, что есть защита. Она может быть разная защита. Вот, скажем так, я понимаю, вот у нас есть типа скафандр какой-то, да, но он может быть, знаете, такой, такой, скажем, конструкция его материала может быть жесткая, а может быть мягкая. То есть, мы берем камень, да, и кидаем в этот скафандр и так или иначе он внутренне проходит. Но он может, потому что это мягкая поверхность, он может прилететь, удариться и упасть вниз. Но он может очень четко лететь обратно, прямо туда, куда он полетел. Вот. Я по своему желанию могу менять структуру этого скафандра. То есть, я могу сделать так, что он полетит и упадет. Я могу сделать, что он дальше не пойдет. Ну, защита так или иначе есть защита. Но я могу сделать так, что он и отлетит. Вот. Но чувство вот этого, того, что вы сейчас рассказываете, оно только сейчас для меня подтверждается, то, что я как бы чувствовал и ранее. Вот. Более того, я сейчас могу какие-то вещи, собственно говоря, тоже. Я просто не хочу, у меня миссия, я считаю, другая, чем соединяться, связываться, что-то проверять. Я как бы и так внутри это знаю. вот. Но, тем не менее, как человек, как материальное существо, я, естественно, могу ошибаться. Но, да, это серьезное, так сказать, на меня накладывает обязательство. Вот. хорошо то, что люди, ведь, которые находятся, это же люди, которые, я говорю, я могу перед ними снять шляпу и преклониться, потому что они понимают, о чем идет речь. И это очень и очень редко. И оно не завязано, таки да. Я считал, правда, что в рамках, я всегда считал, что в рамках западного мира, я имею в виду, за пределами Востока, то есть отделяем весь западный мир от Индии, скажем, и Китая, да, ну, с другими там какими-то регионами. Вот. Это все, как бы, запад, а там, там, восток. И вот, мне казалось всегда, что просто непонимание, ну, слава богу, я стал посещать вот эти вот восточные страны и стал понимать, что, оказывается, есть еще и другая сторона Медали. Вот. Поэтому, те люди, которые приходят сюда, они, как минимум, этого понимают. И это очень здорово. У меня к вам все-таки вопрос. Может быть, вы продолжите, я прошу прощения, что перебил, но у меня вопрос такой. Вот таких аппаратов, скажем, довольно много. Но какой-то вот у вас особенный такой аппарат, я такого не встречал, да у меня в офисе находится серьезный аппарат, и очень недешевый, кстати, который меряет эту ауру, но он меряет, так сказать, вы сказали, такой терминологию, вы пошли не снизу, а пошли сверху, когда запросили разрешение на съемку, поскольку вам не давали даже разрешение на съемку моей ауры. То есть, вы запросили это разрешение, да? Да. я дал, вы делали. Так вот, в чем отличие, и опять же, ваш прибор работает по 42 точкам, что это за 42 точки, что это за подключение сверху, в отличие от снизу. Ну, я как бы понимаю, но тем не менее, объясните, чтобы это было понятно, ну, не только мне, а всем. 42 биологически активные точки. Какие? Биологически активные точки, 42. 42 биологически активные точки. Они напрямую связаны с чакрами, разработал их болгарский ученый Влахов, и это была разработка вообще методики в тот период, когда была война холодная между западом и западными странами и нашим советским блоком. И в Болгарии было предпримято в службе госбезопасности решение, выделить большие средства на то, чтобы создать такую методику, которая могла бы обнаружить у человека мельчайшие, крошечные, любые изменения в случае воздействия на него. Речь шла о воздействиях любого характера, и физического, и в тонких мирах по семи уровням. То есть воздействие на человека и на эфирном, и на астральном, и на каком угодно, на самых высоких уровнях. Воздействие могло быть показано этой методикой. И вот эта методика была засекречена очень долгое время. и потом, когда рухнула, ну, условно, можно сказать, прекратилась война холодная. Но мы же все понимаем, что она никуда не прекратилась. Но была такая щель мировая, в мире, когда казалось, что уже нет такой войны холодной. И тогда вот эта методика, она вышла из статуса секретного. стала доступна. Но я внесла некоторые изменения, о которых я не хочу сейчас говорить, по многим причинам. И в момент, когда я снимаю эти показания, я подключаюсь вертикально к иерархии света. У меня есть предмет, который он оттуда. И я через этот предмет подключаюсь. Я не хочу детали рассказывать по многим причинам. Нет, не надо. У меня вопрос был как раз совсем другой, что в целом отличает, конечно, в общем. В детали нет смысла. Нет смысла. Да, нет, не надо рассказывать, тем более, что точно говоря, уже смысл понятен. Можно, наверное, много чего говорить. Я могу сказать вот, что по поводу этого. Я рад соответствовать. Когда я сказал, что я не испытываю чувства неизмеримой гордости своей персоной, я сто процентов это и имел в виду. Я не лукавлю уже очень давно. С момента посещения экзотических, можно говорить, стран. то, что это налагает ответственность и серьезную, я это понимаю. Я также не испытываю чувства тяжести, кстати. Почему? Очень много и я думал, может, я какой-то такой, оказывается, просто поддержка свыше, когда становится все понятно. Я абсолютно точно знаю, сколько в физическом теле мне можно существовать. Почему? Нет смысла говорить, почему и откуда. Это просто знаю все. Поэтому достаточно много еще имена функциональной деятельности. Понятно, что на каком-то этапе мы все будем эту деятельность как-то прекращать. И несмотря на такой не юный возраст, я функционирую во всех смыслах очень даже неплохо. но это лишний раз говорит о том, что дано много и я буду пользоваться этим. Мне хотелось бы обратиться, благодарю вас, Елена, еще раз напомню, дорогие друзья, мы сейчас беседуем, заканчиваем нашу беседу с доктором наук, PHD, ученым, психологом, эзотериком, Еленой Смирновой. А я хотел обратиться, дорогие друзья, вам, которые будут смотреть эту передачу в записи, что я благодарен вам действительно от всей души о том, что вы находитесь на пути, как я это говорю, познания и эволюции. Я не буду, как я уже написал в комментариях, повторюсь, подниматься на уровень, на котором находятся очень многие желающие находиться на этом уровне. Я функционирую на фундаменте, но я знаю свою цель, как существо духовное, я это точно знаю. И к этому я и говорю, к этому и идет речь. Я буду благодарен тем, кто захотят подсоединиться не в качестве вольных слушателей, а в качестве людей, которые практически хотят чего-то добиться и что-то изменить. время такое, сегодня время сати-юги. Как человек, который в теме, серьезно говорю, и очень неплохо в теме, просто не надо это демонстрировать, я не люблю это демонстрировать. Я могу сказать о том, что очень серьезные изменения грядут, они идут, и мы все находимся в этих вибрациях. Желательно быть на той стороне водораздела, условно, на котором мы находимся и будем находиться 5000 лет. И с половиной. По концепции, повторяю, видеть. Это много. Это не одна жизнь. Это много жизней. Но тот путь, который мы изберем, сегодня будет определять последующие годы. 100-летие, тысячелетие. Это очень важный момент. Я благодарен всем специалистам, которые находятся и какой-то способностью, возможно, моей, их может быть даже и привлекать. Но они нужны, они рано или поздно уйдут. Мы же это тоже понимаем. Почему приходят они, темных и светлых сил. Она всегда была, она всегда будет. Но главное, что не ввязываться в эти конфронтационные какие-то стычки глупые совершенно. Они забирают энергию. Но изначально почему это происходит? С моей точки зрения они и есть наши зеркала по определению наших учеников. И они тоже нужны. есть такое понятие птица феникс. Каждый раз возрождаясь из пепла она становится всё более сильнее. Поэтому это укрепляет. Это не убирает, не принижает, наоборот укрепляет. Поэтому надо знать и ставить желательно скафандр. А уж как кто захочет сделать его мягким или жёстким, но это уже дело наше. С помощью наших специалистов в данном случае доктора Елены Смирновой мы можем построить такой скафандр и у нас уже идёт курс. К сожалению там лимитировано количество людей, поскольку с каждым работа идёт индивидуально. Вот сейчас мы заканчиваем нашу программу и со мной будет такая же индивидуальная работа по измерению ауры, которая была сделана ну каких-то там неделю 10 дней тому назад. Потому что я знаю что меняется. Я выполняю задание Елены, которое мне было дано вчера. Сегодня мы будем проверять что изменилось всего лишь до несколько часов. Поскольку для меня это было уже достаточно позднее время. А уже в раннее время я нахожусь здесь в офисе. потому что там в той территории Новая Зеландия уже достаточно поздно. Елена благодарю вас за совершенно полезную информацию. Будем с вашей помощью соответствовать этой информации. Еще раз всего доброго.